Всем привет друзья! Если вы пользуетесь высокоскоростным интернетом и вам важна скорость получения и передачи вашей интернет скорости, то этот ролик для вас будет крайне полезным. Ведь в нем мы с вами посмотрим и разберемся с самым новым девайсом в линейке роутеров от Xiaomi, а именно Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4. Пришел он мне с китайского магазина Sansky. И сразу хочу отметить, что в магазине очень приятные цены, потому и заказал я роутер именно оттуда. Цены на некоторые товары немножко ниже, а на некоторые прям существенно. Скоро у меня наушники будут на обзоре, и их цена в этом магазине ниже почти на 10 долларов, чем на Алиэкспресс. Так что рекомендую, заходите, смотрите. Что же касается роутера, то главным отличием его от старых является наличие гигабитных портов с высочайшей скоростью приема и передачи интернета, два диапазона Wi-Fi и наличие новой функции под названием MiNet. Да, в России эту функцию нужно было как-то по-другому назвать. Первое, на что сразу обращаешь внимание. В обновленной версии Mi Router 4 доработали дизайн. Углы корпуса стали более скругленными. Теперь корпус выглядит как-то более эстетичным. Также есть четыре массивных антенны для усиления сигнала и небольшой толщины белоснежный корпус. Не допустить перегрев компонентов в роутере помогают вентиляционные отверстия на обратной и тыльной стороне устройства. В остальном без заметных изменений, что не скажешь про начинку роутера. Он получил новый, более мощный чип MT7621A с частотой 880 МГц. Именно благодаря новому процессору поддерживается возможность одновременного подключения до 128 устройств. Оперативной памяти у нас 128 МБ, столько же и внутренней. Это и гарантирует стабильное подключение к сети множества устройств. Этого вполне достаточно для комфортной работы устройства. Количество портов также осталось без изменений. Один WAN и два LAN порта. Отдельное спасибо за гигабитные порты. Многим этого очень не хватало. Эти порты могут обеспечивать скорость, сравнимой на секундочку с оптоволоконным соединением. Если у вас, конечно, тарифный план позволяет. Роутер может создать единую сеть, одновременно работающую на двух частотах Wi-Fi, независимо друг от друга и не мешая друг другу. Частота 2,4 ГГц идеально подходит для условий с большим количеством препятствий и дальним расстоянием передачи данных. Частота в 5 ГГц не создает помех и обеспечивает стабильный сигнал, а также высокую скорость и поддержку 802.11 AS. Это стандарт беспроводных локальных сетей, работающих в диапазоне частот 5 ГГц. Это ускоренная версия предыдущего стандарта 802.11 N. Также роутера можно управлять через телефон, либо компьютер через приложение Mi Wi-Fi. Через него вы можете измерить скорость подключения, настроить Wi-Fi и совершить еще более десятка полезных действий, всего в несколько нажатий. Через приложение можно управлять умными устройствами, задавать ограничения скорости, изменять настройки подключения и вообще сделать все так, как вам хочется. Сейчас этим, кстати, и займемся. Мудрить не будем, просто подключимся, посмотрим, что за приложение и протестим скорость. Сейчас я вам покажу, как настраивать роутер. У меня роутер работает сразу из коробки. Сначала я поставил приложение Mi Rooter на телефон. Потом для его настройки и обнаружения я нажимаю на эту кнопочку Setup a New Rooter. Но я уже его находил и настроил. Если у вас нет Mi Account, можно нажать кнопочку Create a New Mi Account. Вот здесь у нас есть русский язык. Нажимаем и создаем Mi Account. У меня он уже есть. Я нажимаю немножко другие вкладки. Я нажимаю среднюю вкладку. Так, ввожу свои данные Mi Account. Так, вот мы и данные Mi Account входим. Вот, и он ищет наш роутер при вхождении в Mi Account, чтобы его настроить и показать данные по нему. Ага, смотрите, какая ситуация. Для подсоединения, для подключения к роутеру нужно выбирать не Европу, Индию, Тайвань, Гонконг, Майн Лан Чино, а выбираем другие. Вот, и сейчас пробуем. Вот, видим, у нас к роутеру подключилось. Я не знаю, в чем проблема. В общем, нужно выбирать другие. Мы видим, что у нас роутер выдает сеть Xiaomi Free 4. На компьютере же он показывает две сети. Так, и у нас в приложении можно посмотреть скорость, например, работы. Вот, можно сделать настройки. Настройки по роутеру. Вот, Wi-Fi соединение. Вот, можно проверить. Вот, мы видим, что есть 2.4G Wi-Fi сеть, а есть 5G Wi-Fi сеть. То есть, можно подключиться к любой. Вот, можно поменять пароль и так далее, произвести стандартные настройки. Можно проверить Network Setting, то есть, соединение интернета. Потом можно сделать VPN настройки. Это уже в роутере. Также является важным. И вот, можно посмотреть Firewall. Check Speed и Wi-Fi активизация настройки. То есть, Check Speed это проверка скорости. Давайте проверим. Так, ребят, моя ошибочка. Оказывается, я узал прокси, и прокси очень сильно убивает скорость интернета. Вот, я прокси отключил. Пробуем опять нашу скорость через тест. Вот, смотрим. Видим, загрузка у нас 33 Мбит в секунду. Очень хорошо. И отдача около 30, 32, 33, 34, 35. То есть, данные роутера очень хорошие. То есть, данные результата теста прекрасные, я так считаю. Но, смотрим теперь наш ноутбук. Смотрим теперь данные с ноутбука. Вот, у нас видим Xiaomi Free 4 5G. Подключились к 5G сети. У меня скорость интернета до 100 Мбит в секунду. Вот, проверяем. Пожалуйста. То есть, у меня точно такие же самые параметры, такие самые показатели, если шнур от интернета втыкнуть сразу в разъем ноутбука. Точно идентичные показатели. Вот, видим. Загрузка 95,7, скачка 75,1 Мбит в секунду. Супер. Кстати, решил я затестить дальность сети. Вышел в конец коридора, это около 40 метров, и через кучу квартир, стен и преград у меня ловило еще две палочки Wi-Fi, и скорость была около 1 Мбита. Раньше у меня с обычными роутерами интернет так далеко не ловил. Так что, мое уважение. Что же насчет кнопки, то Mi-кнопка расположена по центру корпуса. Фирменная технология MiNet это аналог функции Wi-Fi Protected Setup или WPS. Предположим, у вас есть умная лампа от Xiaomi. Или любой другой товар, который требует подключения через Wi-Fi. Вы активируете поиск сети на гаджете, затем нажимаете кнопку Mi на роутере и ждете, пока произойдет соединение. Пароль при этом вводить не нужно. Вот и вся суть функции MiNet. У меня есть умная лампа от Xiaomi и подключается она без проблем. Прикольно, полезно, интересно. Подводя итоги, отмечу, что Xiaomi удалось выпустить очередной качественный маршрутизатор, который пополнил и без того широкую линейку устройств. Все, что я хотел от него, получил в полном объеме и покупкой очень доволен. Знаете, какой роутер считается хорошим? Тот, о котором забыли, где он стоит. И это действительно так. Подключив и настроив девайс, остается только не забывать периодически протирать его от пыли. Все остальное можно сделать прямо со своего смартфона. Если вас заинтересовал данный роутер, то ссылки на магазин и на товар будут в описании. А если вы хотите купить что-то другое, то ради интереса просто перейдите в магазин и сравните цены. Думаю, там вы некоторые товары найдете по меньшей цене. Я лично сравнивал, цены приятные. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди будет еще много интересных и полезных роликов. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok